МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рейс, классмастер, и я эту тему буду сегодня обсуждать с корреспондентом, который у нас был на протяжении всех трех дней на этом мероприятии. Кирилл Мукаевым. Кирилл, тебе большой привет. Здравствуйте, Роман. Давай в целом мероприятие, как тебе? Мероприятие, как мне кажется, незабываемое, оно очень в плане организации великолепно проходило, как для журналистов, так и для участников гонки. Получается, гонщики сами очень лестно отзывались о организации этого мероприятия. Всем зрителям очень нравилось, очень большое множество мероприятий было на Red Bull Air Race. Там были так и мотогонки, там были и воздушные... Флейборды. Флейборды, да. Так и там была русская исполнительница всяких трюков высшего пилотажа. Она развлекала публику, показывала зрителям свое мастерство. А также самое главное мероприятие — это Red Bull Air Race. Вот эти незабываемые звуки, когда самолет пролетает перед тобой. Как самолет пролетает на тобой, как Джим Демотелло говорит фразу «смог он», то есть включаете дым и по нему как раз будут отсматривать. А сейчас мы будем с вами говорить, друзья, по квалификации, по гонке в классе Мастерс, класс Челленджер, мы не берем в нашу программу. Давай о самой квалификации. Результаты очень интересные. Начнем с неожиданного результата. Это третье место Франсуа Лево. Очень неожиданно, да. Франсуа Лево, который в 2018 году занял всего лишь 11 место, в этом году показал очень неплохой результат и занял аж третью строчку, показав невероятный результат. Вообще Франция в этом году показывала просто невероятные результаты. Первое место в квалификации взял у нас Мик Абражо, что очень удивило вообще всех. Да, ну, друзья, чтобы вы были в курсе, сейчас давайте взглянем на таблицу квалификации, как места там расположились. На первом месте Мик Абражо с результатом 1 минута 1 секунда и 431 соты. Далее, прошлогодний чемпион чемпионата Red Bull Air Race, а также победитель гонки в Казани в прошлом году, Мартин Шонг из Чехии, 1 минута 1 секунда и 583 тысячных. И третий Франсуа Лево, 1 минута 1 секунда и 836 тысячных. Но у него еще был штраф 1 секунда. Вообще, эта гонка была вообще очень невероятной квалификацией, показали нам гораздо лучше результаты, чем показали на уже самой гонке. Не знаю, почему именно так. Видимо, волнение, и то, что все-таки летчики выступали в паре, как-то, видимо, сказалось. Потому что даже на самой гонке Мартин Шонг, у него были какие-то проблемы с самолетом, и он 2-3 минуты просто висел в небе. Ну, там не проблема, там пилот не приземлился еще на аэродроме. Вот, такая проблема была. Но квалификации были просто захватывающими, невероятными. Ну, то есть абсолютно результаты вообще разнятся, потому что четвертое место занял, как оказалось, победитель вообще гонки в Казани. Это... Йошахида Муроя занял четвертое место. Его результат 1 минута 1 секунда и 944 тысячных на квалификации. Сейчас, друзья, я вам предлагаю посмотреть пресс-конференцию по итогам квалификации, что там было и что сказали сами пилоты по ходу самой квалификации. Давайте сейчас посмотрим, затем продолжим. Мы приложили огромное усилие для того, чтобы получить такой отличный результат. Сегодня мы старались выложиться на полную. Я очень рад за свою команду, за болельщиков, за себя, за свою семью, и, конечно же, это огромный шаг к успеху в текущем этапе. Мы получили три очка, что позволило перепрыгнуть через несколько мест, и помогло нам занять пятое место в турнирной таблице. Я очень рад, что удалось уже на этапе квалификации заработать несколько очков. Первый пролет оказался недостаточно хорошим, и мне пришлось вспомнить все уроки, которые мне давали во время прохождения службы ВВС. Собраться и второе прохождение трассы оказалось более удачным, но первое, конечно, оказалось катастрофичным. Привет! Сегодня я хорошо летал. Я очень рад, что я не могу. И будет больше завтра. Две последние гонки прошли гораздо удачнее, чем весь прошлый год. И сюда, в Казань, мы прибыли в несколько урезанном составе, без тактика, и ожидали, конечно же, не самые лучшие результаты. Мне пришлось активно использовать все свои навыки, и, как видите, результат оказался достаточно хорошим. Так, посмотрели мы пресс-конференцию. Ответ Франсуа Лево реально повеселил, потому что он сам не ожидал этого. Как думаешь, почему? Ну, вообще, Франсуа Лево, ну, так как он в том году занял всего лишь 11 место, для него четвертое место уже в результате, ну, в самой гонке, для него было уже невероятным. И то, что на квалификации он занял третье место для него тоже, это уже огромный результат. Так как даже он сам высказывался о том, что четвертое место для него уже очень хорошо, то, что он прошел в четверку. И для него, как для летчика, который, в принципе, никогда не показывал подобных результатов, это огромный шаг. Мне кажется, что Франсуа Лево будет нас удивлять и дальше, на следующих этапах. Но то, что он на самой пресс-конференции высказался, мне кажется, прибавило ему как минимум популярность, так как он заговорил по-русски. — Прежде чем мы поговорим о самой гонке, я знаю то, что вы ездили, можно сказать, летали в аэродрон, где там было. Расскажи о том, как у них там атмосфера, у них в гаражах, можно сказать. — Атмосфера в гаражах, как мне показалось, очень спокойная. Они чувствуют себя максимально комфортно, очень просто общаются со всеми журналистами, очень просто дают интервью, автографы, фотографируются. Очень, ну, приветливые ребята и все настроенные на победу. Конечно, некоторые уже более реалистично смотрят на эту ситуацию и, ну, уже высказываются, кто же, ну, все-таки возьмет первое место. Это, допустим, мы взяли интервью у человека из команды Капштейна, он высказывался, что для них фаворитами является либо Мартин Шонка, либо Ишахида Муроя. Вот. А так, допустим, когда мы брали интервью у Мартина Шонки, он уже высказывался, что фаворитом для них являются, естественно, они и собираются, естественно, взять первое место. — Ну, сейчас я предлагаю вам, зрители, послушать интервью перед гонкой, как гонщики настраивались на заезды, что они говорили, как они собирались выполнять пилотаж на трассе. В общем, все это прямо сейчас давайте посмотрим. — К сожалению, ветер очень переменчив в Казани. На квалификации он был просто неконтролируемый. И во время моего выступления доходил до пиковых значений. Во втором же, наоборот, ветер очень замедлился и выступил несколько хуже, чем мои коллеги. — Я в порядке, я очень рад за вторую свою попытку на гонке в квалификации. Я очень недоволен своей первой попыткой. К сожалению, вчера мне не удалось летать так, как я люблю летать. И да, мы все еще готовимся вместе с нашим тактиком, выявляем ошибки, которые были сделаны в первом полете. И что я сделал правильно во втором. Сегодня состояние ветра изменилось. Это уже будет совсем другая гонка и совсем другое время. — Так, возвращаемся. Кирилл, тебе вопрос давай о раунде 14. Сначала какая пара тебе больше всего приглянулась? Где борьба была ожесточеннее, можно сказать? — Мне кажется, борьба была ожесточеннее в паре Иванов-Капштейн. Там они показывали просто невероятную гонку. Иванов показывал отличные результаты, как представители из Франции. Как и все представители из Франции. Довольно хорошо выполнил трассу. А Капштейн к своей неудаче все-таки совершил ошибку и получил штраф в 2 секунды. — Хорошо, теперь перейдем к раунду восьми. Вот здесь самое интересное — это то, что Мико Бражо, победитель квалификации, попадает на победителя предыдущей гонки в Абу-Даби на Яшахиду Муроя. Что по этому заезду скажешь? — По этому заезду японский представитель также показал невероятные результаты. И очень хорошо выполнил трассу, без ошибок, очень четко, быстро. А Мико Бражо, к своему большому сожалению, совершил несколько ошибок и получил штраф в 4 секунды. Я помню, комментаторы выделяли это тем, что, оправдывали это тем, что ветер сменился. Во время выступления из Шахиды Мурои ветер был почти нулевой. А во время выступления уже Мико Бражо ветер поднялся и составлял 26 км в час вроде бы. — По остальным парам Мартин Шонко, Бен Верфи, Франсуа Ливо, Кристиан Болтон и Мэл Холл. Николай Иванов, что можешь сказать? — Вообще, Мартин Шонко, так же как победитель прошлогоднего этапа в Казани, показывал тоже замечательный результат. И вообще, класс-мастер, он выделяется тем, что редко совершают ошибки. Только уже, видимо, ближе к самой гонке, к этапу 8. — Давайте теперь о самом финале. Четыре претендента — Ишхиды Мурои, Мэтт Холл, Мартин Шонко и Франсуа Ливо. Перед тем, до того, как ты только узнал, кто будет финалистом, как ты думал, кто все-таки сможет взять золото на казанском этапе из этих четырех? — Вообще, я абсолютно не ожидал, что Мэтт Холл пройдет в финал. Но для меня претендентами, естественно, были это Мико Бражо, Ишхиды Мурои, Мартин Шонко и Франсуа Ливо. Но Франсуа Ливо также был под сомнением, потому что были и гораздо лучшие пилоты, которые тоже показывали хорошие результаты. Вообще, как сама гонка прошла, для меня все-таки фаворитом было всего два человека — это Мартин Шонко и Мико Бражо. Даже от Ишхиды Муроя тоже не ожидались результаты, потому что он показывал все-таки, ну, немного, видимо, меньше результаты, возможно, специально. Потому что на квалификации он занял четвертое место, и от него как-то не ожидаешь. Он как-то в тени подкрадывался к финалу и уже показал там все, что мог, и тем самым занял первое место. Вообще, гонка прошла так же неожиданно, но уже спустя где-то половину гонки ты понимаешь, кто все-таки занимает, ну, кто все-таки побеждает, опережает и так далее. Когда все-таки штраф в несколько секунд получает тот или иной игрок, точнее, спортсмен, допустим, Франсуа Лево, для него четвертое место уже было огромным результатом, и он очень много ошибок совершил и получил штраф в четыре секунды в финальной гонке. А когда после выступления Ишхиды Муроя уже, получается, там на экранах был ГОСТ, ну, грубо говоря, призрак, и можно было проследовать, кто же все-таки опережает. И вот в выступлении Мартина Шонки, который для меня все-таки, мне кажется, был фаворитом, было очень видно, как так или иначе Ишхиды Муроя опережает его. Вот, и как-то так прошло. Мы переходим к турнирной таблице по итогам двух этапов. Первый был в Абудабе, второй у нас был здесь, в Казани, и первое место за собой держит Ишхиды Муроя. Две победы подряд, у него 53 очка. Вторым идет представитель Чехии Мартин Шонка, у него 44 очка. Третьим, на третье место как раз вырывается Мэтт Холл, у него уже 33 очка. На четвертое место подтягивается Николай Иванов, у него 30. На пятом месте победитель квалификации казанского этапа Мико Бражо, у него 26 очков, Майкл Гулиан. Шестой у него 25, Франсуа Лево седьмой, у него 21 очко. Давай еще раз по гонке, в целом, подводя итоги. Уже можно понимать, что раз Ишхиды Муроя занял два первых места на квалификационных этапах, ну вообще на этапах в Абудабе и в Казани, что отдавать победу он не собирается, и будет, мне кажется, показывать такие же хорошие результаты и на следующих этапах. Мартин Шонка, победитель прошлогоднего этапа, естественно, будет пытаться догнать, наверстать, так как, ну, как мы уже слышали, отрыв небольшой. В очках. Вот. Вообще, очень удивительно, что Мэтт Холл уже занимает третью строчку в этом этапе, и Николя Иванов аж четвертая. Будем смотреть, будем наблюдать, будем болеть, каждый из своего фаворита. Будем надеяться, что Мартин Шонка также покажет нам невероятные свои навыки, и, возможно, все-таки, если он возьмет победу хотя бы в третьем этапе, возможно, он уже будет и на первом месте в таблице, и тем самым защитит свою кандидатуру. Хорошо, ну что ж, друзья, на этом все, мы заканчиваем нашу программу. Кирилл, большое тебе спасибо, у меня сегодня в студии был представитель фан-клуба Мартина Шонки, отшучусь так, а также наш корреспондент Кирилл Мукаев. Еще раз тебе большое спасибо, что прокомментировал, что дал оценку этому этапу. Ну а на этом все, мы заканчиваем нашу программу, большое спасибо за внимание. Подключайтесь к нам, смотрите, будет впереди еще много всего интересного. Всем удачи, пока!